Неспроста выставка книжных иллюстраций расположилась в музее-заповеднике Пушкина. Ни для кого не секрет, что поэт сам иллюстрировал свои стихи и главы произведений. Прекрасное должно быть величаво, считал он. В ауре этого дворца экспозиция смотрится загадочней, необычней и без сомнения высококлассно исполненной. Люди остались теми же. И мы убеждаемся, что люди те же, они... Те люди, которые хотят жить морально, они живут морально. Они читают хорошие книги, они читают, они смотрят хорошие иллюстрации, они ходят на те же выставки, но как и их предки, наверное, в пушкинскую пору. Сегодня, в 21 веке, любой поток информации обрабатывается с огромной скоростью. Поэтому процесс визуализации и создания эстетического образа в литературных текстах становится важен как никогда. Читая и анализируя художественные произведения, хочется сразу представить себе красочную картинку. Рисунки в современных книгах стали больше, чем просто иллюстрации. Посетители выставки смогут увидеть парижские сумерки, заглянуть в настоящую русскую печь, пройтись по солнечным степям Казахстана и опуститься на песчаное дно моря. Главное незыблемое богатство издательства «Серафим и София» – это нескончаемый салют идей. Ярких, звездных, красочных и неповторимых. Человек постиг очень много. Человек пошел в космос, человек умеет извлекать энергию из атомного ядра, но тем не менее на книги не обращалось внимания как на самостоятельное произведение искусства. Были либо очень дорогие книги, либо просто книги для чтения, в которых картинки угадывались кое-как. В то же время эта иллюстрация несет огромный духовный и эмоциональный посыл. Это получаются такие глубины, в которые просто прочитав текст, наверное, погрузиться невозможно. Главным проектом инсталляции считается книга в гостях у бабушки Ульяны. Огромный труд о каргопольской мастерице бережно собрал за много лет и передал в дар Геннадий Дурасов. Помимо уникального информационного материала в книге можно найти развороты с иллюстрациями русского Сальвадора Дали, Юрия Селивестерова, художника по призванию, архитектора по образованию и философа по жизни. Увидеть работы этого мастера вживую – исключительный шанс. В каждой работе это частица души, частица… То есть они выстрадали этот текст, они посмотрели. Поэтому очень приятно взять и в руки эту книгу, и приятно смотреть вот эти замечательные иллюстрации. Издательство существует во многом благодаря друзьям и верным помощникам. Время идет, меняются стили рисунка и манера письма. Но все же человеческое и трепетное отношение к художественному ремеслу у команды живописцев является главной задачей. Екатерина Стросветская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!